смотрим замедленный повтор вот в атаке чаясь когда-то небольшой шанс у него появился он пытался использовать его попал пару раз на мартинис тут же ответил серии корпус голову справа слева возможно чавес надеялся и думал что мартинис дрогнет почувствовав его удары мартинис физическая превосхода он думал что он задавит он он надеялся на свою физическую силу это не получилось это не сыграло в этом поединке ничего мартинису мартиниса не испугать снова в центре ринга вызывает соперника да уже очень как побитым смотрится начались ну что пойдет вперед это последний раунд был обязан если бы другого уровня публика не замолкает наверное многие ожидали другого поединка по накалу здесь все одно столь одностороннего и мы с вами говорили перед началом да мы все-таки давали шансы чавесу особенно после тех двух последних его боев которые мы посмотрели и делая вот тогда анализ работы его команды но ничего не сыграло вот откуда ждать да да такое ощущение что вообще непонятно какими рука сильнее все учаются трюки все это знают но прошу сейчас удар пропустил мартинис удар шанс и тут же снова пропускает мартинис в обратно был шанс был был небольшой стоять часть вот сейчас нужно что-то делать вот сейчас пошел вперед посмотрите за мартинис пропустил это чувствуется снова пропускает вот так вот ну вот это да сказали мы в один голос партинис еле встал остается минута с небольшим восстановится ну какая концовка вот этот шанс был у тебя тебе он продолжает снова попадает еще одно попадание прямым боковым мартинис чудом стоит на ногах просто чудом это иногда он показывает рефери нужно еле встает поднимайся он потрясен он потрясен еще 51 секунда это очень много ну что какой бокс как это что это фантастика что происходит это просто фантастика и снова мартинис пропускает 11 раундов чавис проигрывал 11 раундов безоговорочно причем и вот этот шанс да на лаки парни это фантастика ну ему надо выигрывать нокаутами на чем все равно проиграют снова пропускает марки но стоит и чавис устал нету сил нету сил уже на последний удар но попадает снова смотрите какой бой какой бой вот это интрига вот это накал да ничего не предвещал концов то вы знаете чавис какой-то степени реабилитировал себя в глазах да и пиге и папа подошел в угол это да но на грани был мартинис а просто сил не хватало для вот последнего решающего вот за это любят бокс ну кто мог об этом подумать а ну кто ведь совсем на грани было еще одно-два точно сильных попадания и мартинис глистов каким-то чудом вообще просто каким-то чудом держался на ногах я уверен он не видел вообще просто чависа он не понимал что происходит я только не знаю как он устоял на ногах как он смог мартинис конечно 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 состояние было но концовка понравилась всем боевщикам мартиниса понравилось что он выстоял это очень непростой для себя ситуации который вдруг создалась ну а чависа болельщики могут сказать что парень молодец все-таки он боец в конце показал на что способен и не проиграл так уж односторонне вот мы смотрим повтор до удар висок очень тяжелый и тут же левый боковой и снова подбородок и как устоял мартинис к там канаты чуть помогли да здесь уже да и вы знаете это может говорить о том что возможно матча реванш да еще между этим боксером возможен бой ну во всяком случае с финансовой точки зрения и с точки зрения интереса местной публики этот бой будет оправдан еще раз конечно конечно будет интересно соберет такую же аудиторию абсолютно если не больше но конечно чавису надо работать вот этот удар у него прошел поражение тогда всем был очень грустным именно грустным а сейчас он все равно доволен тем что он сделал он выиграл раунд без оговорочного но не более того итак давайте послушаем все-таки официальный раунд в истории мы идем к счетчику Стэнли Кристодулло 117-110 Адалей Ферр 118-109 同じ счетчику Дэйв Моретти 118-109 В общем единогласным решением судьи Серхио Габриэл Мартинес выигрывает этот бой 11 раундов и всего лишь один последний отдал он своему сопернику но титул чемпиона мира за ним бриллиантовый и теперь уже обычный пояс чемпиона мира в среднем весе по версии всебирного боксерского совета в руках этого боксера из Аргентины Серхио Габриэл